начался и продолжается понедельник у нас honda в рэйкс и модные тапки и этот в рэйкс мы закончили с ним больше делать ничего не надо тормозами всю историю я завершил с ним все хорошо дальше у нас будет работа с юбриком вот на делать его буду наверное я и не весь я вот бокс да собирается тоже готов и получается с вакса мы убираем и обреком вот а я выкатываю один в рэйкс и закатывают другой в рэйкс вот тоже много чего интересного с этим в рэйксом нужно сделать как всегда карбы клапана вилка рулевая возможно тормоза масло антифриз вот в общем много чего интересного надо сделать делать не хочется делать надо чего еще ничего интересного вообще абсолютно нету наверное после этих двух рэйкс будет сварка у нас неизбежная как раз двумя moto гуц и один стиль его другой гриса вот хоть и тоже не очень хочется заниматься сваркой если выходные были прохладные то сейчас опять 32 что тоже очень сильно способствует работоспособности или настроение вот чем бы еще интересного рассказать но к сожалению рассказывать ничего интересного но вообще нет так что будем дальше делать возможно какие-то моменты скроются ну по крайней мере понятным чё с юбриком там замком история непонятная ну а дальше будем уже смотреть думать и понимать что с ним происходит но самое главное что в рэйкс и бокс готовы у нас эти положительные сдвиги положительный сдвиг заключается в том что один грейкс уехал другой встал на ёбрике у нас появилось зажигание и он даже запускается уехал локс уехала все вместе с моей крышей вот короче говоря что-то не было настроение что-то начинать новое поэтому начал новое и новое заключается вот в этих вот штучках в общем сделал ну такую железку вторую симметрично вот это сделал перемычку и все это для того чтобы вязать багажник все-таки на него да вот очередной день когда работаем вдвоем в целом как-то побыстрее повеселее может быть и нет замок зажигания он перебирал часов 5 на ёбрике один из самых простых замков зажигания ну да ладно в общем то завтра вероятнее всего начнем ковырять в рэйкса вот ну тут стандартная история возможно продолжение ёбрика возможный будет стит а может быть и нет в общем то поживем что называется увидим а так этот день наверное надо уже и завершить ну-ка давай рассказывай историю решили открутить массу с мотора кручу я смотрю там вот так вот винт стоит хотя должен быть шестой потом пятерка да и в общем выпадают гайки потом я понимаю что они просто вбили гайку в крышку и закрутили даже не в крышку а в картер получается какой чудесный юбр сколько нас еще интересного ждет россия сервис качество у нас вторник закончился слава богу мизаил азада уже с ебайтом сделал но тем не менее он чё сделал у нас разобран карбюратор от юбрика разобран стартер от юбрика выбрана вилка от юбрик ну точнее снято собственно помимо всего прочего ну вот такой он у себя трюль сейчас юбр представляет мотор разбирается постепенно и частично вроде как мы уже заказали запчасти его до сегодня опять же он сделал голову все отмыл очистил притер клапана и соответственно чтобы собрать голову нужны только мосту съемные колпачки и в принципе больше ничего я в свою очередь начал ковырять в рэйкс долго упорно тут у нас собственно уже полностью подготовлен сборки вклеен вклеены патрубки корпуса воздушного фильтра тут у нас ну как колхоз рейсинг защищается воздушный фильтр разобраны карбюратора от него что тоже как всегда отнимает достаточно много времени и к нам приехала очень вот такая вот редкая вещь это honda steed спрингер но с вилкой спрингер забыл как это называется комплектацию не то ли кастом то ли я что-то путаю но в общем знатоки я думаю поймут в общем у этого мотоцикла такая очень странная судьба его купили два года назад но руки до него и финансы дошли только сейчас на ситуации бывают разные но вот такая вот история в общем нам выпала великая роль воскресить вот это вот все поставить на уверенный ход и сделать так чтобы она работала долго и счастлива вообще на самом деле принципе от обычного стяда но ну конструктивно мало чем отличается сложность в этом нету никаких я думаю но просто сама вилка и вообще редкость ком конкретно этой комплектации мотоцикла она ну какие-то эмоции еще вызывает и хоть как-то удивляет вот там с ним нас резина и все в общем все на свете тут надо на нем сделать да вот наверное все что я хотел сказать а ну и на бегливо опять под конец дня сходить с ума в общем из кругляка сделал вот такие вот штучки эти штучки мы впихуем вот судой вот и заварим внутри руля это у нас будет подобие анкеров которые мне уже надоело покупать поэтому сделаем вот такие штучки то есть резьбовая ставка и она же вероятнее всего должна работать как грузик а на двухтактниках вибрации на рулет достаточно сильные даже на малой кубатуре и есть надежда на то что она будет еще и гасить вибрации но по крайней мере мне так хочется верить и думать об этом о чем не закончилась вода и надо не забыть то надо завтра за ней заехать вот что еще интересно украина что да ничего монотонный разбор ебра у меня эти флешбеки от из вьетнама благодаря тому что у нас стоит вот здесь за дверями потому что мне страшно мало того что мне страшно как этот человек еще и до крыма на ней доехал а я до крыма тоже ездил на ниве и как бы но мысли о самоубийстве были очень близкие причем даже непонятно какой момент настанет быстрее от твоего желания или в принципе от езды на этой технике автоматически но вот как бы вот так она доехала вернулась но как бы душевное состояние которое было до поездки она уже никогда не вернется я нормально я это знаю по себе и понимаю что как бы ну там уже в голове происходят сблиги и да ты вот тоже никогда не возвратишься к нормальной жизни вот такая вот история но и на этом наверное этот день мы и завершим я должен был спокойно начинать работать а михаил должен был забрать запчасти наёбрика в итоге мне сейчас надо ехать за мезаилом а за за потому что он не доехал до бутова точнее стоит на поворот работала какой молодец парень конечно потому что он обсох священный drz не довез и по этой причине сейчас надо будет придумать во что налить бензин и ехать в другую сторону мкада развернуться потом за ним заехать а может его там оставить пусть руками толкает принципе там чуть-чуть в горку а потом под горку и нормально ладно придется ехать забирать в общем как видим не покупайте drz ненадежен бензин кончается надо короче ехать что делать делать нечего это делать конечно есть чего но надо лучше пушилу забирать при любом раскладе но короче как видим drz сломался кончился бензин потому что следить за бензином это не наш метод и как всегда типографический аутизм говорит я перед съездом а до съезда там вот еще думаю сколько там 900 метров показывать ну ничего а еще и сам видел короче нам каде аутиста едет на моноколесе короче ну с этим шлеме кроссовом в экипе я сначала не понял он едет вот так вот потом короче берет едет вот так а у него на перчатках маленькие зеркала я очень надеялся что его кто-нибудь собьет но чё-то никто не сбил а запчасти хоть взял а на фильтр не стал брать но и там чё-то 15-500 копейки а ну я взял мод заказывали что-то заказ на шлангах вот ну короче что теперь надо чтобы он доехал опять не сломался вот ну чё короче надо работать то уже и так полдня прошло короче среда время от хороших историй так все начать ладно колесо от китайца вот ваш замечательный китай который захватит весь мир и японцы вот все до свидания китайские спицы от планеты спорт на китайском колесе потому что родных нельзя купить я это все сегодня переспицовывал как бы здорово и замечательно и соответственно спицы вроде как подходят но по углам чуть-чуть не подходят и вроде по длине подходит носу к на 2 миллиметра где на 5 вылезли и как бы привет камера сразу это надо все подгонять подпиливать топите за китай китай охуенно дальше кадры кто у нас тут дальше кадры съембриком вроде а ну и обрик стандартно колесо битая чине на молотком грусть балансировать да и хера балансировать подумаешь там 50 грамм разбалансировка а потом говорит учета управляются как-то не очень ладно это все херня стит любители вот этот романтика в гараже поковырять своего железного коня с друзьями вечерком сняли карбы который владелец сам сделал и сказал что туда лезть не надо что все там работает во первых а где штуцер у нас дренажный а под изоленточку на тору он потому что ему не хватило умения снять вот отсюда вот от маленькой скобочки сука шланг чтобы не оторвать пластиковый штуцер пока ты вытаскиваешь корпус фильтра охуенно дальше он перебрал карбы хорошо перебрал вон полная головка бензина стоит карбы давят просто безумно давит бенз иголки ни черта не держат но зато он сказал что он все прокладочки все поменялся перебрал все там прямо на блять жалко не спустил был гидроудар мы бы еще мотор от стеда перебрали охуенно же ой я даже не знаю вот вот чё лучше а я знаю что лучше вот лучше если бы он с японии пришел два года стояла и не к нему никто руками не прикасался тогда бы с этим мотоциклом все было хорошо вот просто понимать к мотоциклу один раз один раз прикоснулись россии руками штуцера уже нету 30 лет стука стуцер воздушного фильтра был а потом в россию приехал и нету вот вот он снимал патрубок и вот и вот этого вообще не смутило ну нормально короче вот такая вот история у нас очень интересный блок все тут очень загадочно и великолепно не мотоцикла сказка каждый у нас в своем селе механик но почему-то ни у кого ни хрена не работает зато я набег вилл короче вытащил втулочки приварил эти втулки в руль все у меня тут все хорошо и здесь вытащил и можно делать защиту рук чё там ну охеренная супер клей нам в помощь больше тут ничего не сделаешь того что этих патрубков они снят с производства в принципе если что даже оригинал не купить на врызть на многих тоже они с трещинами очень вот так вот живем мы интересно загадочно кайф просто кайф нет ничего лучше чем когда в россии что-то пытаются починить потом все это очень прикольно надо перечинивать ладно в общем продолжаем продолжать это у нас среда такая вот интересная и загадочная а завтра еще четверг а сегодня еще много чего надо успеть четверг история почему страдает михаил потому что владелец сказал что ему на ебрике поменяли втулки маятника после чего у мотоцикла как он выглядел стал вилять в жопу дело в том что очень великие мастера ему выпилили нахренось вместе с этим спилив часть рамы в которую маятник должен упираться в результате этого собственно и происходит то что происходит казалось бы да ебрик поменять шутки что сложного но мы имеем вот такие вот запилы божественные потрясающие люди очень мне нравится все это прям до безумия нравится какая разница что запилили втулки главное сказали что свою работу сделали а то что мотоцикл после этого в принципе стал непригоден к эксплуатации у кого это волнует как бы никого я в свою очередь отрегулировал клапана вырыгся практически собрал клапана вырыгся и я очень надеюсь что сегодня я его запущу вот и уже будет все немножко лучше чем есть хоть какие-то движения вперед потому что юбриком не очень много тратится сил на самом деле а плюс мне надо съездить то туда-то сюда время уходит и что-то как-то вот ну вот так прессом вытромили диск кстати от не брал задник при битой до ужасающего состояния был а еще на себя на любимого надо тоже тратить время вот поэтому я вот в день по чайной ложке делал делал крепление там под защиту рук что-то еще втулочки пилил сверлил точил и вот в итоге напилил наточил у нас теперь на бигвилле есть какая-никакая но защита рычагов рук не знаю ну рычага ладно 2 декоративные вот и вид этого мопеда ну сразу как-то меняется играет на самом деле другими красками уже вот короче на самом деле вот интересно ничего не происходит кроме того что человек там умирает с напильником других вариантов здесь как-то особо не остается и хана тут больше к откуда вывалился еще из мотора еще один где-то такой вот короче вот так а мне надо не забыть на заправку заехать а то повторится история только теперь не с михаилом а со мной а мне не хочется вот чё еще рассказать да ничего вот если вы их запущу что-нибудь расскажу довольно таки спокойный день на самом деле скажу что прям какой-то трэш происходит полчаса маятник вставляет со мной не разговаривает злой какой-то сидит он под крылом что-то ворочает миша ты чё такой злой не встает чё-то не разговаривает я же не матерится миша может напильником подточить не разговаривает а я выры собрал ну смысле мотор сейчас теперь это как антифриз солью и будет дистиллированной водой промывать стену вроде как все неплохо пошло вот мотор работает хорошо ничего не гремит не стучит это уже радует а миша не разговаривает вообще вот все таки разговаривает просто что-то не получается все четверг заканчиваем завтра будет короткий день михаил сделан сделал это с себастин вот я наврыз антифриз почти поменял мы уже дистиллированная вода он успел маятник установить и в принципе ну завтра как пойдет завтра же в деревню как всегда я там лесоповал нас ждет но суть в том что как пойдет так пойдет но в общем и целом все вроде движется к тому что ёбрик завтра будет уже на колесах ну а дальше уже наступит следующая неделя и это будет совсем другие задачи другие всякие круговорот событий и так далее но как-то так блок недоблок дня пятницы михаил разобрал спрингер от стида в общем все это выглядит крайней степени страшно и непонятно но это наверное больше не привычки потому что очень много подшипничков втулочек гаечек в принципе тут все одинаковое в любом случае по фоткам как-то все соберется рулевая здесь хорошая я тем временем сейчас наверное залью все-таки антифриз евро и будет уже с баком сиденьем потому что больше в этом вмешиваться не стоит далее у нас здесь ёбрик на колеса снова вернулся по ёбрику остается тоже не так много в принципе то есть из каких-то узлов это задние тормоза передние тормоза задние сделали и мотор но мотор это тоже не такая уж большая проблема тем более главное что не менять коленвала остальное все как-то любят и женится и это не так сложно вот ну и принципе день сегодня короткий мы его заканчиваем и наверное на этом будет такое многозначительное все раз и уже вечер и смена обстановки мы едем в последние закаты лето вот ой ой что-то было опять заглох но вот сам на ходу глохнет ой потому что у него есть прикола а а вот короче на бенли есть прикола он почему-то запускается только с нажатием сигнала а иногда запускается нормальный с нажатием сигнала только на холодную и иногда на ходу может как бы заглохнуть от чего и почему на самом деле никто не знает но проводка вся целая я еще перебирал и эта проблема была его прошлого владельца но и у меня собственно вот есть некоторые момента а так я-то на зумере на великолепном прекрасном зумере в принципе ничего не предвещает никакой беды ой сейчас осталось перебраться через чудо мост и не свалиться с него потому что зумер с одной рукой управляется весьма специфически но мы смогли вот короче судя по всему лет заканчивается потому что эти выходные вроде как обещают там 30 опять с креном но судя по всему так и есть а вот дальше уже поможем на 17 не пола и сейчас уже время вот восьмой час а уже садится а а зумер и вообще плевать какая горка он не едет всегда когда я какой-то видос снимал я сказал что это vox ямаха гораздо бодрее набирает гораздо веселее едет а зумер он снизу очень сильно хорошо едет но набирает достаточно долго они шарики там настройки вариатора не вариатора я знаю что мы просто вот едем закат поле где есть катушечки на которых можно посидеть вот а где-то хомяк отстал маняк вот хомяк на гоночной бенли теперь едет впереди у меня рука наверное как у шварца скоро будет если на зумере а сейчас с одной рукой ездить потому что ну как бы у скутера другая специфика управления у тебя по сути полностью пустой руль а вес вес весь вес у тебя сзади а учитывая что я еще метр девяносто соответственно я при любом раскладе смещаясь назад и руль вообще становится каким-то чем-то воздушным и не ослезаем если двумя руками держаться в целом норм а так нет но мы едем вот по такой штуке как бы не самая лучшая поверхность для трижды внедорожного скутера вот история ладно короче пока я не убился надо прекращать это вещание снимаем что называется как есть пока это самое совсем не стемнело потому что начался восьмой час и как бы уже темнеет так что решил что вот это вот и вон ту кучку я до уберу потом вот пока что это совсем не стемнело в общем то у нас вот здесь вот произошло ну некоторая метаморфоза в общем у меня почему-то возникла идея вот из такого вот сделать вот такое в общем освоение территории так сказать но на самом деле здесь у нас лежали бревна все это распиливалась куча была стружки и чего-то как-то эта площадка оказалась очень ну рентабельно в использовании и расчистилась ровненькая какая-то прям очень хорошая и вот в общем сегодня там попеременно у кого сводил руки реже чаще соли и мы этот вот все тут стружку там туда и сюда и туда и сюда вот ну и в принципе получается вообще такая офигительная площадка то есть чистенько все под грабельку убрали вкусов все вычистили и вот полянка ну еще вот тут конечно да тут можно начать и не закончить у этого гриба я в общем там какие-то заложенные все это как-то будет перегорать долго упорно ну да и бог с ним вот пила нас но не пила как бы вот эти все расходные материалы немножко подвели то есть вчера оборвало цепь калибр который хорошо пилил но оказалось такой себе вот вторая новая цепь чемпион какая-то про в общем оказалось не про ну какая-то хрень но во всех смыслах этого слова она не пилила вообще хотя имела какие-то типа псевдо направляющие чтобы не зажимала то ли то ли чтобы сильно вглубь она не врезалась и типа дерганий не было в общем черт его знает но она не пилила вообще а вот цепь panzer короче я и два гвоздя словил и пилит и все это обутано старое полотно штилевское мое его чуть-чуть по краям шлифанул и она вполне себе сегодня пилил хотя я думал что вообще ничего не получится ну а вот за вчера в общем то вот это вот все великолепие которое там лежало было распущено здесь наверное было еще плюс досок 7 вот которые сегодня с успехом перепилил в общем к шли у меня нет никаких вопросов если он даже умрет я просто куплю еще один штиль потому что чтобы с ним не случилось он уже свое отработал потому что это пила зажгла уже ну что-то в районе 80 литров бензинов и все это пропила вдоль а вдоль пилить ну где умственно отставок и меня вот собственно он хотел здесь показать заготовки а я же их все уже использовал в общем чего у нас ну во первых у нас снова мангал набирается что чудо чудное вот и это значит лишь то что прошлый раз мы тут посидели пожгли вот очевидно надо с дровняком что-то делать потому что вот я как бы метр девяносто и уже все и дровняком мы будем делать чего так как у нас ну хотя бы две балки уже есть вот мы вот сюда устал бяку вот сюда стал бяку пол и все это завязано будет вот и собственно здесь вот так вот будут дрова закладываться и стен теплее и дрова хорошо наверное вот чё еще ну здесь мы сегодня ничего не жгли потому что основной раздел был как раз там я свет чуть-чуть вот здесь ну я так поджог пусть перегорает то что оставалось вот рулеточка пусть перегорает она умерла здесь у нас изба читальня вот организовалась чё по этой части по этой части героически плюс одна доска вот здесь да вот но это тоже победа на самом деле надо докладывать вот эти вот стены чтобы все балки уже кидать но собственно казалось бы я нихрена не сделала сидел на месте ну как какая плохая пила ну нет вот этот пропил вот этот пропил и далее с нуля вот это вот стенку у нас наросла тут конечно использовалось все что не по пути то есть тут какие тут такие вот речки не речки другой стороны какая разница вот если она плотная крепкая поэтому не вижу никаких противоречий и как мы видим у нас вот этот вот уголок начал зашиваться вот здесь потом надо как-то ступеньки придумать но это уже совсем другая история здесь очевидно под вот эти вот все столбы надо будет камни также подложить но это уже на следующий год я уверен и вот собственно тут тоже задел под пол сделан и собственно пол здесь и будет ползти как-то вот куда-то вот и чё-то чё-то тут как-то очень мало места под дровник хотя в целом дрова могут быть просто разной длины или просто надо будет здесь на клин пустить ну короче не знаю в чё-то чего-нибудь я придумаю как сделать наверное на клин просто пущу да и все и будет замечательно вот дальше дальше чего ну вот досюда значит пол на сделал он прибить здесь больше нигде ничего не происходило этот кусок пола нн доделаю никогда вот это будет яма навсегда собственно а здесь получается погнали раз два три четыре пять шесть семь восемь вот у нас восемь досок здесь у клалось и соответственно у нас почти тоже этот угол ну сделан полом это несомненно замечательно хорошо превосходно и так далее потому что это такая небольшая но победа потому что вот эту стену начать и полу столько сделать это наверное все таки хорошо и движение есть в общем на самом деле все уже в таких стадиях типа никогда надо начинать а когда надо довершать всякие там кулачок там кулачок там кулачок там кулачок и собственно вот этим и занимаемся к сожалению или к счастью вот чё у нас еще бластер у нас на грани умирания у него дичайший люфт на оси то есть подшипники все-таки умерли вот но тем не менее еще жив целый орел и худо-бедно работает вот дым стелется вообще никуда то есть внутрь вверх виснет и и и все и ничего не происходит дальше абсолютная тишина хотя обещали вроде как что-то похожее на дождь но вроде бы нет и слава богу она нам не надо ну в общем вот такие вот движения со скотчником не сказать что сильно большие не сказать что сильно маленькие но какие есть такие есть ничего не поделать